Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о третьей главе книги пророка Меймихея. По, собственно, своей логике, третья глава во многом совпадает с первой главой и со второй тоже, хотя очевидно, что здесь нам приводится другая проповедь пророка, не совпадающая с первой и второй главами, но смысл, тем не менее, очень и очень близкий. Пророк от лица Господня обращается к главам Иакова и к князьям Дома Израилева, как это было и в предыдущих главах. И говорит он, слушайте главы Иакова и князья Дома Израилева, не вам ли должно знать правду, а вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с людей кожу и плоть с костей их, едите плоть народа моего. Жуткое, конечно, обвинение, но, насколько можно судить, по всем историческим данным, достаточно справедливое. Ну и впрямь такое часто бывает вообще в истории, не только в такой древней, что князья и вельможи грабят, объедают, уничтожают простых людей. Вот, говорит Бог через Михея, вы едите плоть народа моего, сдираете с них кожу, а кости ломаете. Дальше в следующем, в четвертом стихе, будут они взывать Господу, но он не услышит их. Это не вполне очевидно для читателя, но здесь есть некоторый переход. Речь идет о том, что они имеются в виду именно князья, главы Иакова, князья Дома Израилева. Вот эти напыщенные негодяи, которые возглавляют народ, вот они будут взывать к Богу, и он не услышит их, сокроет лицо свое от них на то время, когда они злодействуют. Ну, посмотрите, что за этими словами стоит. И это важно понимать. Знаете, я бы сказал, важно понимать князьям и вельможам во все времена, к тем, кто пытается взывать к Господу, вот именно к ним обращен этот стих. И Бог говорит им, я вас не буду слушать до тех пор, пока вы злодействуете. Вот существует простая причинно-следственная связь между тем, слышит нас Бог или нет. До тех пор, пока мы злодействуем, в каких бы масштабах ни совершалось это злодейство, до тех пор, пока мы злодействуем, пока мы не живем по правде, Бог не будет слышать, когда мы к нему взываем. Да, люди часто удивляются и даже обижаются на Бога. Как же так? Вот мы такие. Мы думали, что мы супер благочестивые, и прямо и празднуем, и все делаем, и религиозность у нас на уровне и так далее, как мы будем читать в начале современной. Михею, книги пророка Исаия, а Бог не слышит. А вот потому, что вы злодействуете, поэтому он и не слышит. И ясное дело, это относится не только к вельможам, но и, в общем, к любым социальным слоям, и не только избранного народа, но и любого другого. Вот. И это то, что, конечно, надо, желательно, по крайней мере, запомнить из этой главы. Запомнить. Дальше Господь говорит снова к пророкам, тем институциональным, профессиональным пророкам. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут людей зубами и проповедуют в мир. А если им никто не кладет ничего в рот, против него объявляют войну. Речь идет о вот этих самых профессиональных верующих, тоже вполне себе надвременное явление, которые, в случае, если они получают соответствующую мзду и вознаграждение, вот, объявляют те или иные вещи религиозно допустимыми или недопустимыми. Какие-нибудь нарушения закона и обычая и неправду перед Богом объявляют религиозно терпимо и допустимо, есть ли им за это заплатили, а если не заплатили, то нет. Вот это корыстное вранье, которое приписывается Богу, вот это, собственно, и становится причиной гнева Бога на лжепророков, на тех, кто, пользуясь своим учительным положением в религиозной системе, врет, врет, говорит то, что им нравится или то, что должно понравиться властителю и толпе. Поэтому, говорит Господь, ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещаний, и закроют они все свои уста, потому что не будет отвечать им Бог. И, по-видимому, о себе дальше Михей говорит, а я исполнил силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его, и Израилю грех его. Таким образом, в эту эпоху, по крайней мере, если истинный пророк посылается Богом, то это для того, чтобы высказать преступление, высказать, обличить народ Божий. И дальше, обращаясь снова к главам Дома Иаковлю и к князьям, пророк говорит вот что, слушайте это, главы Дома Иаковлю и князья Дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое. Тоже, между прочим, больше, чем через 200 лет, значительно больше, чем через 200 лет, эта фраза будет обнаружена нами в книге «Экклезиаста». Здесь вот искривляющие все прямое, гнушающиеся правосудием. В чем же это заключается? А вот в чем. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. Значит, князья судят за взятки, священники готовы учить тому, за что им заплатят. Речь не идет о том, что они там учат и за это получают деньги. Наоборот, речь идет о том, что князья заплатили им за то, чтобы священники учили народ не тому, что есть правда Божья. И пророки предвещают за деньги то, что удобно заказавшему. И вот все эти люди вместе, и пророки, и цари, и князья, и священники, все называются в 10 стихе единым образом. Созидающийся он кровью, и Иерусалим неправдой. И тоже снова это два способа сказать об одном и том же. Два параллельных полустишия, созидающиеся он кровью, созидающие Иерусалим неправдой. Вот этот обман, это неправда, откуда бы она ни искадила, для Бога и для пророка Михея равна убийственные, губительные вещи. И вывод, который следует из этого и заканчивая третью главу, аналогичен тому, что уже пророк говорил в первой главе. Поэтому за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин. В начале, в первой части этой проповеди, в частности, в первой главе речи Лаоса Марии, которая будет распахана, как поле, теперь речь идет об Иерусалиме, который тоже сделается грудой развалин, потому что в нем процветает вот все тот же грабеж, неправда и коррупция, потому что люди бедные оказываются в нем беззащитными.